Всем бодро времени суток, с вами Моби Смит и сегодня мы играем в свежевышедшую игру Cooking Simulator, это такой продвинутый симулятор готовки, где мы можем построить свою собственную карьеру повара в ресторане. Так что если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, жмите большой бодрящий лайк под этим видосом и мы начинаем. Вперед друзья! Ну что, встречает наш стартовый экран возможностью выбора карьеры или песочницы. Песочница свободный режим нас пока особо не интересует, будем играть карьеру, смотреть что нам предлагают, какие задания и что мы можем открыть, какие возможности в этой игре. Настройки здесь сразу скажу выставлены на максимальный уровень графики, так что посмотрим что нам приготовили разработчики в плане визуализации, как у нас все круто выглядит, ну даже уже сейчас видно что там 3d очень все прикольно сделано, такая серьезная мощная полноценная кухня ресторана, так что мы еще здесь у нас получается смотрите еще и будем будет посмотреть рецепты, очень большое количество рецептов и как вы видите все закрыто пока что, вот то есть очень много можно почитать пока что название так сказать вот например там стейк лосось со сваренным картофелем, запеченная форель там жареные креветки, лосось со спаржей, ну и много чего интересного. Дальше мы можем еще сделать кастомизацию, но пока этим делать особо ничего не будем, вот тут оно потому что достаточно дорого стоит, у нас пока этого ничего особо нет, вот например поменять пол стоит 50 целых кристаллов, да вот смотрите можно поменять обои, то есть не обои, там всякие оформления стен там потолка там, ну ничего и другого, да видите говорит нам так 50 целых кристаллов, ну у нас пока всего лишь 50 каких-то поварских вот непонятных штучек и колпачков, это тоже какая-то валюта я так понимаю и 35 кристаллов, ну что ж да давайте начинаем карьеру, окей стартуем, так хорошо и нам показывают как мы можем тут у нас в случае управление как настоящей стрелялки какой-то, сейчас не время отдыхать, давайте готовиться к работе, скоро придет наш первый клиент, давайте, а что кстати на какой большой кухне всего один повар-то, у нас первый заказ, покупатель заказал сладкую клубнику, давайте покажу вам как ее сделать, давай покажи нам как ее сделать, смотрите зацените, да 3d-шка такая, ну еще пистолет какой-нибудь, автомат и такой серьезная 3d-шка и стрелялка получится, так чем-чем нет, ага вот смотрите, нам тут показывают путь наш, вот пошли-пошли-пошли, прям gps-навигатор по кухне, зацените, да такой терминатор видит полосы на этом, да робот видит полосы на полу, так значит чтобы забрать любой объект, нужно на него нажать, ладно окей договорились, что нам надо, тарелочки, да вот эти, миску надо взять, хорошо, вот там задания нам дают всякие, просто сделать миску клубнички столько действий, оба-на, пошли дальше, о-о-о, зари классно этот путь показывает, ну не заблудишься в общем, да, окей, что клубнику что ли взять надо, ага, еще клубнику, еще, а по 10 грамм, да, а сколько ж надо-то набрать-то, а, 5 клубничек, о, да, задание, чтобы положить объект, нужно нажать на любую столешницу, хорошо, на стол положили, и что это, с чем это у нас клубника, с сахаром, ага, заценить, ой, тихо-тихо-тихо, а то голова закрошится, а, и посолить, тьфу, посолить, в смысле, посахарить, давай, посыпать, ой, ну не на пол, в смысле, не на стол, давай-давай-давай-давай, а, все посолили, тьфу, да посолили опять, не посолили, а посахарили, подсолодили, так, нажмите выделенную кнопку, чтобы выйти из режима добавления приправ, окей, вышли, положили, наливается, написано, сахар наливается, обалдеть, ладно, положили баночку, так, забираем вот эту вот штучку, ну давай-давай, о, взяли, клубника с сахаром, окей, понесли, о-у, смотри, как в воздухе, телекиниз такой, тьфу-тьфу, 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 чик, положили сюда, чик, Это, 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 как он, как его, лифт, лифт ли, да, 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 сто процентов. Так, используя, что у нас? Окошко с кратким описанием вашего блюда. Хорошо, хорошо, давайте. Ага, здесь вы можете увидеть информацию, как уровень вашего ресторана и количество очков за опыт. Ладно, так, здесь вы можете увидеть, как клиент оценил ваш заказ. Ну, в общем, превосходно, сказали. Клубника с сахаром превосходно. Да, это серьезно, конечно, поварское такое умение надо иметь. Да, тут каждый, каждый, по сути, сам себе повар у нас. Так, здесь вы можете, так, хорошо, написали. И, ууу, что это мы получили? Подождите, тройную награду по 10 штук? Это что, 30, что ли, получается? А, нет, чтобы утроить награду, нужно потратить 10 этих? Подожди, не понял. Такая я не хочу. Как мне его? Блин, ну ладно, придется потратить. Хорошо, так. Уехала. Так, следующее блюдо через 27 секунд. Хм, хорошо. Подождем. У вас есть немного свободного времени, прежде чем появится следующий клиент. Вы можете использовать для уборки кухни или пропустить его. Ну, что-то убирать особо тут не надо. Ничего не успели еще на бедокуре тут на мусоре, да? Ладно, пошли, пойдем по кухне походим. Что там? А, это показывает, что можно типа улучшать что-то, да, тут? Так, тут куча значков всяких, там ящики пустые. Сколько тут всего еще? Ну, пока еще пусто очень сильно. Смотрите, плита, да? Что-то нужно включить. Вау, вау, газ. Ух ты, с автоподжигом. Хе-хе-хе. Это что такое? А, это, это противень, противень, да. О, опять надо, что, опять же надо клубнику? Ладно. Давай, пойдем, возьмем тарелку. Так, я уже понял, как делать. Ага. Беги, бежи, 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 бежи. Хватаем тарелку. Есть. Миска. Зжик. Пошли. Сейчас мы сейчас быстро сделаем экстренным способом. Сделаем. Так. Положили на стол. Положили на стол. Так. Погодь. Как там было дальше? Клубника. Ой, смотри. Ага. Чик. Взял клубнику и в этот. А сразу нельзя, интересно. Ладно. По 10... А, тут даже все. Смотрите, вес есть у всего, да. И в тарелке, кстати, я там видел, тоже был вес, учитывался. То есть, видимо, для чего-то это потом пригодится. Вес всех вещей здесь и продуктов есть. Он учитывается. Кстати, круто, очень продуманно. Прикиньте, еще первый раз такое встречаю, что учитывается очень серьезный подход. Учитывается вес. Порции. То есть, получается очень мощно, да. Так. Собрали. Что, 5 клубники? 5 вроде бы, да, было. Собираем сахар. 500, полкило сахара, да. Засыпаем. Так. 3, 4, 5. Все? 5 грамм. А, вот, да. 5 клубник, 5 грамм сахара. А, отлично. Все? Эй, подожди. Закрыть надо. А как? А куда я его сыплю-то? Е-мое. Я же его сыплю, ребятки. А, вот. Забыл выйти из этого. Как понасыпал сахара на стол. Ладно, короче. Ой. Да положи обратно-то. Э-э-э. Окей, сладкая клубника. Что дальше? Взять ее? Нет, нет. Обратно положи ее. Ау. Да не на стол же ж. Ёлки ты, палки. Во. Ай, ё-моё. Криво руки. Что там? Да что ж такое-то происходит? Вот что клубника куда-то падает все время. Не в миску, а? Ну, давайте. А если вот так? О, все, зацените. А как теперь ее взять так, чтобы не уронить эту? Блин, эту всю миску? А? Зацените. Щик-щик-щик. Приблизить нельзя? Не, нельзя. О-о-о. Что-то, что-то круто очень. Так, только как теперь взять нам эту миску? Хорошо. Что дальше-то? Выполнили вроде типа задание, да? О, взял миску. Да, за краешек надо, да? То есть не за клубнику, а за краешек. Псю, фу ты. Все, что мое надо сноровку определенную, да? Положили сюда на столик. Открыли лифт. Доставки. Ура. О, смотри. О, зацените. Блин, а все-таки тратятся эти кристаллы? Блин, а как же без кристаллов, чтобы них не тратить? Ладно. О, это что, вход в ресторан? Дальше туда можно, да? Открыть? Пока закрыто. Не пускают нас. Ящики пустые. Ладно. Что там дальше у нас? Следующее блюдо через 12 секунд будет у нас. И, кстати, через блюдо еще выполним задание и получим новый уровень. Я так понимаю. Вот первый уровень у нас. Там, наверное, может быть и аватарку взять можно будет. Пока что нет. Это, знаете, у нас 16 звезд через 20 для следующего уровня, да? О, новый закат. Опять клубнику? Да вы замахали своими клубниками-то, а? Чего такое всем клубнику надо? А, ну, в принципе, у нас там больше ничего и нету в нашем ресторане. Вот такая большая кухня. О, миска. Видите, подписано, да? Хе-хе-хе. Слушай, порядок серьезный, да? 190 грамм. Да, миска весит 190 грамм. И 50 грамм клубники в ней надо положить. Вот, друзья, оказывается, у них каждая клубничка прям ровно по 10 грамм. Сюда отбирали, прям сортировали, наверное, их, да? Окей, давай сюда. Раз. И два. И три. Давай. И четыре. Давай-давай. Кидай. А съесть нельзя одну хоть? Интересно, а если съесть? А, куда ж ты кидаешь ее на стол, блин? Е-мое, съесть надо, а не кидай. Окей, пять клубник. Есть. Теперь давай сахар посыпем. Чик, отсыпай. Пять. Есть, да? Ой, я даже перестарался немножко, да? Закрыли, положили. Так. Клубника. Пошли. Вроде пять штук. Так. О, сейчас мы... Теперь мы быстро выполним задание. О, шикардос-то. Ура! Как тут у нас? Основная награда. Хорошо. А, вот, просто отменить и все. Да? Окей. На этом уровне можете разблокировать новый рецепт. Фруктовый салат простой. Ура! А, вот, для чего нужны эти поварешки. Эти поварешки и колпачки разблокируют новые рецепты, да? Так. Угу. Разблокируем. Так. Рецепты. О, зачетно, зачетно. Короче. Разблокировали. Отлично. Разблокировали мы новый рецепт. Так, а вот не дают нам, честно говоря, поменять аватарку. Ладно. Может, попозже будет такая возможность. О, во-во-во, салат появился. Смотрите, во-во, так, из чего это у нас? Что-то яблоко и что-то еще там, да? О, фрукты с сахаром и корицей. Ладно. Миску надо взять. Во, нам говорят, возьмите... А что там? А тоже такая же мисочка, 190 грамм. То есть, с порцией салата такая же, как и клубники, по сути, только меняются немножко ингредиенты, да? Ставим на стол. Зацените. Так. Ну, давай, давай, на стол ставь. Ставься ты на стол-то. Ё. Подожди, не понял. А-а-а, мы накладываем. На стол ставить не надо здесь салат, да? Хорошо, яблочки взяли. Так, яблочки взяли. Сколько? Пять частей яблока? Ой, сколько я взял? Ладно, пусть будет. А, во, взяли, да? Пять частей с груши. Это груша была, ё-моё, зеленая. Думаю, что-то такое было. Хорошо. Есть. Отлично. Поставили. Вот теперь поставили на стол, да? И сахар. Взяли сахар. И... Ого, 10 грамм сахара надо добавить сюда. Ладно, давай. Так. О, есть, да? О, отлично. Что там? Подожди. А что так мало-то? Кого положить? А, ну, сахар положили. Ну, и забираем салатик. Давай. Давай, схватаем этот салатик. Ну? А что, нельзя нам салат с собой брать? Да это... Ладно, пойдём прогуляемся. Может, там что-нибудь другое нам? А, мы же не всё ещё взяли. О, корицу точно. О, молотая корица. Ух ты, как банку классно проклонировала. Осталось. Одну взял? Стояла одна. Взяли одну, а вторая ещё осталась. Ладно, давай посыпаем частицы. Корица. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Всё? Всё. Ура! Всё. А если тут оставить на столе? Можно? Можно, 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 можно. Давай. О, всё, чтобы потом не бегать. Всё, теперь можно салат забирать. Вот такая вот у нас готовка получилась. Салат. Яблоко, груша и сахар. И корица. Вот такой серьёзный салат, конечно. Такой диетический фитнес-салат получился, да. И далее всё очень, кстати, сделано толково и круто. Пока, конечно, совсем простые у нас с вами рецепты. Но дальше там очень будут крутые. О, ещё можно, видишь, карпаччо. Можно разблокировать карпаччо из свеклы. О, смотрите, уже три рецепта у нас идёт. Это карпаччо, такой тоже салатик, я так понимаю, да. Ну что ж. Окей, посмотрим. Тут полминуты ещё можно подождать. Так вот, что тут у нас есть? Давайте пока походим. Видите, у нас есть блендер, микроволновка. Подключенная, кстати. Есть вот такая вот, какая-то protein. Это что у нас? Это у нас какие-то... А, фритюрницы огромные. Можно картофель фри будет делать, да. Ого, гигантские. Можно сделать порции, конечно. Так, что тут есть ещё у нас? Печки какие-то дополнительные, да. Это вытяжка. Так, я понял, да. Открыли новое блюдо. Хорошо. Они... Мойки. Что ещё? Полки всякие. Электр... Так, газовые плиты. Потом ещё плита такая вот электро какая-то. Холодильник, я так понимаю. Это полочки всякие, стеллажи. Ну, это уже такое, да. О, подошли, кстати, сюда. О, смотри, что-то надо набирать. Свеклы набрали, да. Хе, взяли кусок свеклы и понесли. Такой телекинез такой, да. На стол, да. Опа, разделочная доска. Хорошо. Посуда. Сюда, да. О, взять. Взять можно, да. Опа. Так. Куда её положить? Сюда, что ли? Не? А куда её можно положить-то? А, забрать нужно свеклу. Давай. Где-то свекла. Ну, давай я заберу. О, понёс. Ставим на пол. На стол, точнее, да. Так, что там ещё нам нужно? Ещё ножик нам, наверное, нужен, да? Нож, да. Ну, нужен нож ещё. Окей, нарезаем. Опа. Смотри. Чук-чук-чук-чук-чук. Нарезать, нарезать очень круто. На кусочки. Чё, ревел так? Ну, хватит всё так, что и нарезали. Нож положили, да? Бросил нож. Так, и на отмеченном участок проходим. Чё-то там дальше собираем. Там что-то ещё будет. Карпаччо из свеклы. Что-то подразумевает, наверное, что-то ещё, да? А что ещё, что ещё надо? Соль надо взять. А где соль? Где соль? Соль. Соль. А, вот соль наверху. Соль. Да, соль. У нас сахар. Там, что, корица у нас. Есть ещё чё-то там. Чё-то пока не сильно много всего. Но, в принципе, у нас ещё ассортимент достаточно быстро расширяется. О, посолить, да? Хемия. Солим, 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 солим. Ну, давай, всё посолить. Хорошенько посолить, посолить. А, вот, посвекли не попадая, да? Ну, давай, давай, давай. Видите? О, есть. Да? Всё. Ох, я и насолил, конечно. Пересолил, наверное, салат. Ну, ничего. Первый салат вышел комом, так сказать, наверное. Так, пойдём дальше. Чё там ещё? Ох, их будет солёная же свекла. Тарелку, естественно, тарелку надо взять, да? Это всё, под это всё дело. А, вот такую тарелочку надо? Тарелка тоже 190 грамм? Нормально. Чё, они все одинаковые? Миски, тарелки, всё по 190 грамм. Чё за звук? Чё тарахнет? Кто-то там стучит у нас уже. Странный, да? Это, наверное, неторопливо. Эти, как они? Нетерпеливые клиенты стучат в двери, да? Так. Чё, а куда мы набрали-то всё это дело? И чё дальше? Чё дальше-то делать-то? Всё? Подожди. А где нас взять свеклы? Ещё? И чё? Так я же взял вроде свеклу всю. Ну? А куда я её дел-то? Зацените. Набрал куда-то свеклы. Я хоть её не выкинул в мусорку, надеюсь, а? Так что ж такое тарахнет-то, а? Добавьте время. Ага, можно добавить время. А куда я дел свеклу-то всю эту? Тарелка-то у меня где-то должна быть. Так, куда я всё это подевал-то? Не вижу, чтобы он её нёс даже. Чё там доска? Хорошо, доска. Разделочная доска. Пока не видать. Слушайте, а куда делся весь салат-то? Чё-то я не понял. Я надеюсь, я её и выкинул. Ну, тарелка-то у меня. Так, ух, и премудрости, конечно, готовки эти. Так, никуда нас пока не везёт. Может, чё-то надо зайти куда-то? Куда нас поведёт это всё дело? Так, ничего не понимаю. Хорошо. Так, открывать можно? Так, не дают, не дают. Говорит, возьми свеклы. Может, ещё взять свеклы надо? Подожди. Может, мало свеклы взяли? Давай возьмём вот тут ещё свеклу. Окей. Смотри. Не дают нам. Четыре кусочка свеклы, как говорят, надо взять. Ой-ёй-ёй. Чё-то надо было. Смотри. Прошли на отмеченный участок, взяли свеклу. А дальше чё? Вот такие вот будни поваров. Непростые. Хорошо. Чё там у нас интересного имеется? Не пойму. Ни под ногами не видно тарелки. Вот же задали нам задачку-то, а? Куда дели наш салат этот? Как её? Карпаччо из свеклы. Чё, помыть её, что ли, надо? Не. А чё делать-то надо? Не, ну, она нормально вообще, а? Как её готовить-то дальше? Куда-то подевалась тарелка со свеклой. Не можем продвинуться. Ни куда, да? Надеюсь, мусор её не выкинул. Хай-яй-яй-яй-яй-яй. Куда её надо-то? Ничего не понятно. Честно, я сейчас уже скоро закончится у нас то, что нам выделено время, да? Так, тарелки не возьмём. Соль. Соль, соль, все приправы тоже всё есть. Потому что, ну, сколько что, ну, свекла. Окей. Больше не дают. Но всё-таки это, наверное, 4 кусочка тех у нас были. Но я не понял, куда оно делось. Хе. Зацените, да? Вот такая вот ерунда получается, какая-то шняшка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, не так уж и просто готовить, оказывается. Ладно. Да что ж такое-то? Хе-хе-хе. Хоть бери, пропускай этот рецепт. Почему-то. Не знаю. Возможно, это какой-то глюк в игре произошёл. И нам не дают теперь ничего сделать. Куда-то делась тарелка с этим этим свекольным салатом. Может, ножик взять, не? Кого-то прирезать этим ножиком, да? Так, что-то, что-то не пошло. Что-то пошло не так. Хе-хе. Так, ребята, давайте, может, как-то... Ну, хорошо, минута этого-то... Так, блин, ну куда же вы делим тарелку-то с салатом-то? Ну, я ж не вижу у тебя её нигде. На пол-то её тоже не кинул. Ну, вообще, это какой-то... Это явно какой-то товарищ, это какой-то глюк. Что-то тут не так. Это ж неспроста. Ну, отпустите меня. Дайте выйти. Я хочу в зал, я хочу к людям. О, так, я понял, что заканчивается. Блин, ё-моё. Ну, тут что-то я могу сделать-то. Чё, ничего не могу сделать-то. Ладно, давайте посмотрим. 40 секунд ещё. И что-то нам сейчас скажут. Кстати, да, интересно. А что, если мы не успеем сделать вовремя заказ? Что нам сделать? Что нам скажут? Что нас накажут? Так, блендер. Можно включать? Не, ещё нельзя. Ага, блендер пока. Допуска нет. Даже микроволновки не пускают. Ничего. То есть, повара только допустили к доске, ножику и тарелочкам. И больше пока ничего. Вот такой вот повар. Да, ресторан. Ресторан такой вот постепенно наполняется, конечно, продуктами и этими рецептами. Но пока что почти ничего нельзя. Туда не ходи, сюда не ходи. То не трогай. И это не трогай. А, две, один, ноль. Сейчас разъедённый какой-нибудь клиент ворвётся, да? Что, всё, профукали? Ну, что, 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 что? И что? И что? И что вы мне скажете? Ну? Неа. Взять свекла. Финтик. Где же её взять-то свекла-то? Я уже... Где-то я её делал. У меня же получается. А, что тут? Ага, ножики, ножики, ой, ножики. Краники, краны. Так, что-то странно. Очень получается, честно говоря. Какой-то не сработал. Ой, это, кстати, подставка, наверное, под ножики, да? Но мы ножик не можем было запихнуть. Фу. А как заново сделать, интересно? Ну, смотри, свеклу, свеклу. Тин-тин-тин-тин-тин-тан-тан-тан-тан-тан. Свеклу не даёт брать, кстати. Что, пропускаем, что ли? Нет, добавьте время, нам не надо. Шесть минут. Нам надо, ребята, как-то выйти. А как выходить из этого рецепта? Да. Очень странно, конечно, как-то получается. Хм. А что, если просто вот так? Ага. Уборка. Кстати, давайте, а если мы сделаем уборку кухни? Окей, давай, попробуем. Так, ребятки, мы нажали случайно уборку кухни. Он расставил всё по местам. Но, получается, будьте, кто будет играть, я вам даю сразу подсказку. Нажимаете уборку кухни, он перезапускает игру полностью. Да, вышли мы из режима готовки этого блюда. В общем, которое, наверное, скорее всего, глюкануло и зависло от карпаччо из свеклы. Но вышли, получается, перезапустилась игра и мы остались на том же моменте, где и были. Да. Нам дали вот теперь новое задание. Клубнику с сахаром. Ну, в общем, мы это уже выполняли. Вот такой вот, получается, у нас первый взгляд был на игру кукинг-симулятор готовки. Да, вот я так понимаю, здесь будет очень много всего интересного. Куча будет всего продуктов. Посмотрите, сколько ячеек запасено под разные виды продуктов. То есть, прикиньте, это только вот у нас свекла, только одна ячеечка. Тут десятки, десятки ячеек под разные виды продуктов. Стеллажи. Вот добавится куча приправ, куча тарелок всяких всевозможных. Вот полки под разные ещё вещи. Холодильник. Тут, в общем, много всего будет. Много-много интересного. Здесь долго можно развивать свой ресторан. Плюс ещё не забываем про режим вот этот кастомизации, который можно будет свой сделать. Слушайте, реально, как классно. В симпсах практически можно менять все поверхности, стены, там всевозможные полы. В общем, очень много прикольного делать и кастомизировать свой классный ресторан. Много техники потом появится. Смотрите, и фриктюрница, как мы уже говорили, и блендер с микроволновкой и всё остальное. Вот, и возможно, даже выход какой-то, смотрите, в зал, допустим. Да, скорее всего, может... А, exit. Ну, это просто выход. Просто выход, да? Ну, ладно. Может быть, и другого зала здесь и не будет. Не знаю. Это надо очень долго поиграть будет и разобраться во многих тут аспектах этой игры. Ну, а для первого взгляда на игру, я думаю, в принципе, нам достаточно. Вот. То есть, мы посмотрели основной вид этой игры. Основные механики, как всё делается. То есть, как вот приходится здесь управлять всем этим делом, готовить. Ну, думаю, те, кто любит готовить, эта игрушка однозначно зайдёт. Ну, а остальным просто тоже будет интересно немножко потренироваться в готовке. Так сказать, почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Ну, а на сегодня у нас, наверное, будем заканчивать. Кому понравился видос, ставим лайк. Делимся им с друзьями. Пишем комменты. Вот. Кто что любит готовить, нам нужно написать в комментариях. Кто что не любит, наверное. А кто что любит просто кушать. Да. Так. Если ещё не подписаны на канал, подписывайтесь обязательно. Не забывайте при этом жать колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видеообзоров на нашем канале. Ну, и, пожалуй, на сегодня всё. Всем удачи. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok